Прекрасно разъяснил термин салифии и важность его использования шейх Альбани Рахимов Аталий. Однажды один человек пришел к шейху Альбани и спросил его о термине салифии. Шейх сказал ему, что ты отвечаешь, если у тебя спросят, к какому мазабу ты себя относишь? Ну, имеется в виду, мазаб не имеется, мазабы, фитха, абуханиф, а вообще, к какому ты течению себя относишь? Он говорит, я мусульман. Шейх Альбани сказал ему, однако этого недостаточно. Тот ответил, как недостаточно? Всевышний Аллах про нас сказал, Он вас назвал мусульманами. Шейх Альбани ему спокойно сказал, этот ответ был бы правильным, если бы был дан в первые годы распространения ислама, как мы с вами уже говорили об этом выше, когда отсутствовали различные заблудшие секты, существующие на сегодняшний день. И если сегодня мы зададим подобный вопрос одному из тех, чьи вероубеждения отличаются от наших убеждений, он даст точно такой же ответ, скажет о себе, я мусульманин. Все заблудшие течения, как шииты, рафидиты, шииты, алявиты, харидиты, другие говорят, мы мусульмане. Однако такой ответ в наше время недостаточно. Тогда человек сказал, я скажу, хорошо, я мусульманин, следующий Курану и Сунни. Шейх дальше продолжил. Этого тоже недостаточно. Тот спросил, почему шейх Альбани говорит, сможешь ли ты привести в пример какую-либо из заблудших сект на сегодняшний день, который бы утверждал обратно. То есть говорил, что мы не следуем за Кураном и Сунни. Например, сказали, мы мусульмане, которые не следуют Курану и Сунни. Конечно же, они говорят, мы мусульмане, и все мы следуем Курану и Сунни. Тогда тот человек говорит, хорошо, хорошо. Я тогда скажу, что я мусульманин, следующий Курану и Сунни, и понимающий это так, как понимали салифы. Шейх Альбани говорит, ты отвечаешь именно так, если у тебя спросят, к какому мазабу ты относишься, так ответишь? Он говорит, да. Шейх Альбани говорит, в таком случае не легче было бы просто это высказывание длинное, сказать одним словом «есалифин». Учитывая то, что это слово лучше других охватывает и разъясняет это понятие. На этом закончится идеолог. После этого объяснение, шейх Альбани тот человек, а на этом закончились доводы шейх Альбани, то есть закончил доводы, тогда этот человек, Барак Луфик, он сказал, хорошо. Я согласен с вами. Однако, если кто-то услышит, что я говорю, я салифит, он может подумать о жесткости и дурных деяниях тех, которые были до нас, ведь подобное наблюдалось у тех, кого назывались салифитами. Шейх Альбани говорит, допустим, твои слова правдивы. Тогда что ты скажешь? Тогда, если ты скажешь, я просто мусульманин, разве спрашивающий не может подумать о тебе, что ты являешься шиитом-рафидитом или шиитом-имамитом, исмаилитом? Он ответил, возможно, но, по крайней мере, мои слова соответствуют Корану. У вас сама к мусульманин, он ответит, назвал вас мусульманами. Шейх Альбани сказал, нет, брат мой, ты не подчинился этому аяту, поскольку этот аят отражает истинный ислам. Тебе следует учитывать понимание людей. Сможет ли кто-нибудь из твоих слов понять, что ты относишь себя именно к тем мусульманам, о которых говорится в этом аяте? Другие твои слова, с одной стороны, являются правильными, а с другой стороны, нет. Что касается жесткости, то следует отметить, что это может проявиться у определенного человека, однако это никоим образом не связано с его вероубеждением и не является показателем его мангача. Точно так же, как мусульмане. В наше время террористы занимаются терроризмом, называют себя мусульманами. Разве это значит, что ислам такой? Ислам в одной долине, а не совсем другой. Точно так же, если какие-то те, кто называют себя саллифитами, ведет себя неподобающим образом, занимается ересью какой-то, жесткие, проявляет жесткость людям, это не значит, что саллифитами, они в одной долине, а эти совсем в другой долине, в аркуфе. Дальше я говорю, если мы станем обсуждать каких-то кого-то из шиитов, хариджитов, суфистов или муатозелитов, то упомянутая может быть обнаружена и у них, то есть жесткость и так далее и тому подобное. Однако, на данный момент это не является темой нашей дискуссии. Мы анализируем термин, который раскрывает матов, то есть путь человека, а также то, как он поклоняется Всевышнему Аллаху.